Пссс, здесь может быть твоя реклама, пиши в личку вконтакте, недорого, отвечаю, а, дружи, брата. Чё творим, бро, меня зовут Сергеонис, и это удалённая серия Лунтика. До того, как я её видел, она была на главном канале Лунтика. После моего просмотра, её не стало. Странно, но рассказать я обязан о ней. Она называется Лунтик убивает гусениц против своей воли. Странное название, как для детского мультика, не так ли, бро? Серия началась без той легендарной заставки, с я родился, что было уже странно. Картинка была помнятой, всём и рехтелло. Показано, как на поляне стоят мило пчелёнок и Лунтик. Они разговаривали о празднике Хэллоуина, и о том, как они будут его вечером проводить. Они позвали всех, кроме гусениц. И гусеницы это услышали. Они спрятались в кустах, и очень обиделись, когда это услышали. Ведь они тоже хотели на праздник. Лунтик сказал, что хотел пригласить всех. К ним присоединился Кузя. Сказал, что надо пригласить всех, кроме вупсеня и попсеня. Когда они ушли, гусеницы поклялись, что они испортят им праздник. Или же покончили жизнь самоубийства. Они придумали план. Если это Хэллоуин, то они наденут костюмы, их никто не узнает. И вот уже был вечер. Гусеницы были переодеты в странных жуков. Их костюмы были в крови. Через время я понял, что эти костюмы сделаны из плоти жуков. Это ужасно. Они убили жуков ради того, чтобы отомстить. И они начали мстить. Сначала они поели всю еду. Потом портили концерт своими стоками. Когда они играли в прятки, один из гусениц рассказал другому, где все спрятаны. И они обкидали всех органами тех жуков, которых они убили. Все кричали, почему так воняет. Но наконец, они промазали и попали в взрослых. И все начали обсуждать и обзывать жуков гусениц. Но наконец, на них упали органы. И кровь смыла всю ту краску, что было на них. И все узнали правду и прогоняли гусениц. Но Лунтик решил заступиться за них. И все начали странно на него смотреть. А Паук Шнюк сказал, чтобы Лунтик убил гусениц. И дал ему нож. Лунтик посмотрел на нож и проткнул им первого Пупсеня. А затем Пупсеня. Они были мертвы. По руке Лунтика текла кровь. А на полу была огромная лужа. Все кричали и хлопали Лунтику. Но Лунтик просто заплакал и убежал. Как оказалось позже, он повесился у себя в комнате. Это был конец. На это все, брат. С тобой бы Сергею Онец поставил к тебе это всего-то 2 секунды. А мне приятно. И подпишись на мой канал. Я бы очень хотел себе такого крутого подписчика, как ты. А также расскажи об этом видео своим друзьям. Они будут в шоке и не смогут спать ночью. Поверь мне и помни, это всего лишь мое воображение.